МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН Виновник ДДП, находящийся в федеральном розыске, попался полиции. Цепь случайных событий была запущена, когда в Сургуте столкнулись самокат и иномарка. И вот именно тот, кто управлял электросамокатом, оказался очень интересной личностью для силовиков. Сотрудники полиции установили, что 34-летний мужчина, управляя самокатом, при движении по тротуару не предоставил преимущества иномарки, выезжающие со дворовой территории. В результате аварии водитель электросамоката получил травмы и был доставлен в больницу. В то же время сотрудники полиции установили, что данный гражданин с осени прошлого года находится в федеральном розыске. Объявлено УФСИН России по республике Башкортостан за кражу. Он был приговорен к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, куда должен был прибыть самостоятельно. Однако этого не сделал. Чего добру пропадать? Наверное, именно с этими мыслями выбрал в карман мобильный телефон 39-летний вахтовик из Омской области. Телефон он нашел в городе Пытьях, а ведь именно его несколькими часами ранее потеряла местная жительница. Проверив свой маршрут на предмет пропажи, она написала заявление в полицию. След очень быстро привел силовиков к жителю Омска, который в Югре работал вахтовым методом. Накануне он со своими коллегами как раз пополнял запасы продуктов на городском рынке. В одном из магазинов прозреваемый обратил внимание на забытый кем-то телефон черного цвета и решил незамедлительно его похитить. Мужчина признался, что ему необходим был мобильник с функцией доступа к сети Wi-Fi для удобного пользования интернетом у себя в вагончике. Дальнейший подозреваемый раскаялся в содеянном и добровольно вернул телефон заявительнице. По данному факту, следственным отделом ОМВД России по городу Пытьяху возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового. В настоящий момент в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Я напоминаю, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте юградефис.тв.ру. Это Югра – территория безопасности. Я Антон Войтович. Берегите себя и до встречи.